Результаты опроса в СИОМ ошеломляют. Лишь 29% российских женщин следят за своим здоровьем, и только 15 знают симптомы основных женских заболеваний. Проведение всероссийского опроса стало одним из мероприятий социального проекта фармацевтической компании «Гидеон Рихтер» «Неделя женского здоровья». Повысить медицинскую грамотность и сформировать культуру заботы о себе – таковы цели проекта. У матки самое распространенное хроническое заболевание у женщин. Я говорю чаще, чем холецистит. Чаще, чем бронхит. А заканчивается это в подавляющем большинстве случаев хирургическими методами лечения. В рамках проекта более 500 человек получили онлайн-консультации ведущих специалистов области гинекологии. Состоялись различные информационные акции, прошла фотовыставка «Мир глазами женщины». Одним из мероприятий проекта стал всероссийский конкурс журналистских работ о женском здоровье. Первое место жюри присудило программе здоровья телекомпании «Самара ГИС». И в этом и заключается большая опасность, потому что большинство заболеваний, женских болезней идут первое время незаметно для них. И мы призываем женщин приходить и чаще. Вообще, я считаю, что раз в полгода нужно приходить на осмотр. Обладатели первых трех мест были награждены поездкой «Будапешт». Журналисты получили возможность не только увидеть достопримечательности. Они побывали на фармацевтическом производстве и осмотрели научную базу. Аудитория проекта «Неделя женского здоровья» в этом году составила 20 миллионов человек. Он станет ежегодным. Кроме того, в планах кампании реализации проекта, связанного со здоровьем сердца. Инесса Панченко – событие. Субтитры создавал DimaTorzok